Всем доброго времени суток, говорит Павел Злой. Сегодня мы с вами продолжим цикл видосиков про поиск идеального хранилища паролей, сокращенно впихп. И сегодня у нас на очереди проект под названием SUSPASS. Итак, погнали с предварительной оценкой проекта. И первое условие, самое главное, это факт того, что система является опенсорс. Вот ссылка на репозиторий с кодом проекта, проект написан на языке PHP. И я уж не помню точно какой фреймворк, кажется это было чистое симфонии или что-то самодельное. А тут вижу только набор экстеншн. Ну по всей видимости это какая-то самоделка с использованием PHPDI, концепции вообще. И вот доктрина тут тоже есть. То есть опенсорсный проект это есть хорошо. Следующий немаловажный момент, система должна работать в режиме веб-сайта. Ну как не сложно догадаться, PHP-шный проект он по-другому с большой вероятностью не сможет. Хотя есть конечно умельцы, которые заставляют PHP работать в режиме графического приложения. Но сегодня не об этом. Следующим пунктом была поддержка Active Directory. Если зайти в документацию SUSPath, то можно обнаружить следующую строчку, что поддержит с авторизацией через MySQL, OpenLDAP и Active Directory, что есть очень даже хорошо для решения поставленной нами задачи. Ну и напоследок, возможность использовать данный проект через расширение Google Chrome или, например, Firefox. Эти два расширения присутствуют в указанных шопах для указанных браузеров. Но в данном видосике я буду щупать только Google Chrome расширения, потому что, как я уже говорил ранее, показывать Firefox не очень хочется, потому что там слишком много всего личного, так сказать. Итак, погнали. Я очень люблю пользоваться Docker, наверное, об этом все и так знают, поэтому упоминать об этом будет лишним. И в общем в документации SUSPath можно обнаружить следующую статью Docker Installation и пример конфигурации Docker, которую можно заюзать в проекте. Тут, кстати, идет ссылка на репозиторий, вот он, github.nxtm.dockerpass, который уже, как я понял, outdated, то есть не поддерживается и на самом деле правильный путь будет немножечко отличаться на Docker Hub. Но из этого репозитория, тем не менее, он все равно будет собираться. На Docker Hub реп будет называться SUSPath, SUSPath. Если зайти в теги, то можно увидеть, что проект достаточно актуален, то есть, по всей видимости, автор настроил теги GitHub Actions или какой-то другой вариант. Может быть, даже прямой экспорт в Docker Hub это можно сделать и делать это достаточно легко. То есть, короче, у нас всегда свежак и вот тут даже разные версии PHP есть, там, Dev и так далее, и так далее. Я подозреваю, что можно вообще Latest подключить в настройках и юзать прекрасно. Также автор предлагает Docker Compose конфигурацию, которую можно прямо скопировать и заюзать. Об этом, кстати, сказано где-то в документации. Да, вот здесь ссылочка. То есть, можно просто написать там VGET или CURL в командной строке, скопировать этот URL, вставить где-нибудь, где вам удобно и запустить композицию из контейнеров. Но, я скажу сразу, в чистом виде я этот конфиг не юзал по той простой причине, что, во-первых, он использует виртуальные волюмы, которые Docker хранит у себя там в Warlib, Warlib Docker, что для меня не очень удобно. Мне больше нравится в текущей директории хранить все необходимые файлы. Ну, это я делаю, потому что мне нравится не иметь геморроя с переносом сервера, точнее, с переносом системы с одного сервера на другой. Я просто копирую файлы и запускаю Docker Compose на другом компе, и все работает прекрасно. А если юзать волюмы системные, то тут уже могут возникнуть некоторые сложности. Короче, я взял этот конфиг за основу, немножечко его подредактировал, и у меня получилась следующая конфигурация. Здесь конфиг, конфигурация волюмов указывает, что вот конфиги системы хранятся и ссылаются на эту директорию, хранятся локально, потому что точка слэш. Также в конфиге я на всякий случай оставил useOpenSSL. Вероятнее всего, в момент инициализации, проект генерирует сертификат для NGINX, хотя здесь, скорее всего, на самом деле настроен апатч. В общем, в момент установки проект генерирует сертификат, и, скорее всего, я очень надеюсь, проблем с HTTPS не возникнет. Плюс здесь залинкована база данных. В качестве базы данных используется сервер MariaDB 10.2, пароль рутовый вот такой. Ну и не стоит забывать, что у базы данных тоже есть свой путь. Короче, я скопировал конфигурацию и немножечко ее откорректировал. Давайте запустим композицию докер-контейнеров. Напишем docker-compose-upd. И посмотрим, что у нас получится. Сейчас, возможно, какое-то время потратит моя система на загрузку лейеров докер-контейнеров. И после того, как система запустится, я вернусь. Как видно, развертывание системы закончилось успешно. Переключимся на веб-браузер и напишем localhost. Пробуем зайти. Пишет, что сайт called not to be reached. Возможно, потому что он пытается на HTTP подключиться. А у нас там вроде как HTTPS. Нет, какая-то фигня. Подождав некоторое время, я убедился в том, что система установилась. И здесь SysPath написал нам, что environment installed and configured, please put your buzzer to IP. Очень странно, что проект недоступен по адресу localhost, потому что я пытался открыть на localhost, и что-то у меня нифига не получалось. Это не нормально. Но если зайти по этому URL, а это IP-адрес докер-композиции, в частности этого контейнера, то можно здесь увидеть, что все ок. Так, здесь нам предлагают пройти этапы установки, ввести user admin, пароль admin, мастер пароль, но пускай тоже будет admin, не будем заморачиваться. db root access, db access password. Так, если я ничего не путаю, здесь в настройках базы был указан пароль, пароль syspass. Так, syspass database name, syspass database server. Наш сервер называется, если я ничего не путаю, докер syspass, сейчас перейду. Называется просто db, так и запишем. db, потому что композиция, докер-композ, она расшаривает через DNS локальный, в пределах вот этого нетворка. Название контейнеров, language catalog, ну давайте напишем English, потому что я знаю, что с русским языком обычно всегда какие-нибудь проблемы. Так, хостинг-мод. It does not create, verify user's permission on the db. Так, ну нам нужно мастер-пасса to-show. Так, ну давайте попробуем еще раз, ладно. Так, admin, admin. Давайте просто скопируем два раза, воткнем. Попробуем установить. Как минимум 11 черектеров, очень интересно. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Устал. Все, теперь должно было поехать. О, отлично, установка завершена. Попробуем авторизоваться из-под админа. Ой. Admin, я там три раза написал admin. Пытаемся зайти, и вуаля, перед нами интерфейс системы. Так, ну самое главное, посмотреть, настраивается ли через веб доступ к Active Directory, то бешел дабу, enable даб. Ну да, собственно, вот он и есть. Интересный прикол, это баг LXC, ну короче, моего keypass AXC, он по какой-то причине следует за скроллом, не обращая внимания на это пятно на экране. Так, здесь дальше опции импорта, экспорта. Ну, кстати, достаточно грамотный, много всего, много всяких настройок здесь, настройки здесь вижу. Создаются пароли, как оказалось, не так уж и просто. Для этого надо нажать аж целую одну кнопочку под названием new account, что, на мой взгляд, немножко не очевидно, если говорить это в контексте системы управления паролями. Итак, попробуем сделать нашу первую запись. Назовем данный аккаунт как-нибудь по-хитрому, типа Паша. Select Client. Тут, если я правильно понял, из аналогичного демо-сайта, который Суспас, можно, короче, пощупать на сайте демо Суспас, точнее, сайте по адресу демо Суспас. Тут имеется в виду клиент, типа название подразделения, группа пользователей в каком-то смысле. То есть здесь пишем что-нибудь типа IT. Категория, это тип пароля. Ну, давайте, допустим, нажмем. Ага, здесь нельзя просто так выбрать. То есть надо нажать обязательно плюсик, да? Клиент name ID. Интересно, интересно сделано. Ладно, категория. Ну, давайте, например, обзовем ее просто. Password. Как-то так выберем ее из списка, access.url. Ну, давайте, пускай будет этот самый сайт. Заодно потом проверим, как он будет работать. User admin. Пароль admin три раза. Раз, два, три. Так, но тэс теги. Давайте сделаем тег admin. Или здесь нельзя просто добавить тег. Когда я жму enter, он автоматически сохраняет и вылезает всплывающее окошко. Об этом говорящие. Так, здесь видно, в списке появился пароль, который я добавил. Можно перейти сразу, кстати, по URL. Здесь виден user. Так, а можно ли посмотреть сам пароль? Не совсем понятно. Так, здесь что? А, view password. Угу. То есть он в открытом виде, получается, здесь отображается. Ну, на мой взгляд, так себе решение. Может быть, его можно... А, вот, copy password to clipboard. Ну, в принципе, удобно. Можно пользоваться. В keypass, например, надо нажать правой кнопкой мыши на необходимые вам учетки и нажать copy password просто, и не надо дополнительно каких-то действий. Ну, тут вот предлагают просто сразу мышкой. Так, дальше здесь мы можем отредактировать его, удалить, копировать. Ну, теперь предлагаю попробовать его заюзать на... ммм... втором... втором юзере моей системы, под названием кошак. Так, давайте скопируем вот этот URL. Откроем его здесь. Попробуем установить и авторизоваться в системе. Вообще, странно, конечно, что я не могу через localhost к нему доступ получить, но... не знаю, возможно. Code.not.decode. Икон. Ну и что? А, наверное, в городе. От экстеншн. Короче, экстеншн для Google Chrome не фурричит по той простой причине, что в плагине нету иконки черной. Что очень странно, на мой взгляд. Вообще, какая разница, какого цвета там иконка. И да, у меня вроде здесь дизайн не черного цвета. Ну, в общем, для меня плагин не работает. Хотя, возможно, при прочих равных все было бы окей. Я не знаю, с чем это может быть связано. Какой-то глюк. Надеюсь, данный видосик вам понравился. Надеюсь, вам понравилась система SUSPASS. У нее, конечно, есть ряд сложностей. В частности, мне не понравился user interface, user experience. Но, с точки зрения администратора, очень даже все приятненько сделано. Можно пользоваться, можно один раз настроить, как говорится, и забыть. Другое дело, обидно, что, конечно, не работает расширение для Google Chrome. Возможно, потому что это неофициальное расширение. Может быть, их ведет не сам автор проекта. Короче, проект спорный, хотя и реализует часть функционала. Мне нравится, что у него есть подробная документация. Мне нравится, что можно на GitHub посмотреть исходники. Мне нравится, что над проектом работает, и что у него большая пользовательская база. Но, к сожалению, вот по причинам того, что нет плагина для Chrome, а это, наверное, самый главный для меня плагин, и по причинам того, что достаточно муторный user experience, мне придется много времени потратить на это, чтобы объяснить, как этим пользоваться, я, к сожалению, могу заключить, что данный проект мне не подходит для решения поставленной мной задачи. Ну, а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотры. Всем большое спасибо за вашу палец вверх. С вами был Павел Злой. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok